Божье обетование Книга Бытие, глава 17, с 1 по 14 стих Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя И пал Авраам на лице свое Бог продолжал говорить с ним и сказал Я, вот завет мой с тобою Ты будешь отцом множества народов И не будешь ты больше называться Авраамом Но будет тебе имя Авраам Ибо я сделаю тебя отцом множества народов И весьма, весьма распложу тебя И произведу от тебя народы И цари произойдут от тебя И поставлю завет мой Между мною и тобою И между потомками твоими После тебя В роды их Завет вечный в том Что я буду Богом твоим И потомков твоих После тебя И дам тебе и потомкам твоим После тебя Землю, по которой ты странствуешь Всю землю ханаанскую Во владение вечное И буду им Богом И сказал Бог Аврааму Ты же соблюди завет мой Ты и потомки твои после тебя В роды их Сей есть завет мой Который вы должны соблюдать Между мною и между вами И между потомками твоими После тебя Да будет у вас обрезан Весь мужеский пол Обрезывайте крайнюю плоть вашу И сие Будет знамением завета Между мною и вами Восьми дней от рождения Да будет обрезан у вас В роды ваши Всякий младенец Мужеского пола Рожденный в доме И купленный за серебро У какого-нибудь иноплеменника Который не от твоего семени Непременно Да будет обрезан Рожденный в доме твоем И купленный за серебро твое И будет завет мой На теле вашем Заветом вечным Не обрезанный же Мужеского пола Который не обрежет Крайней плоти своей Истребится душата Из народа своего Ибо он Нарушил Завет мой Размышления Часть первая Смиренное поклонение Книга Бытие Глава 17 С первого по восьмой стих Аврам падает ничком Когда Бог является ему В Писании мы часто видим Как люди падают На лицо перед Всевышним Выражая тем самым Полное смирение Перед ним Приходя к Господу В поклонении Мы обязательно должны Делать это в смирении Признавая его Господство над всем Аврам четко Осознает это Когда Бог Во всем могуществе Своем Дает его новое имя И провозглашает Над ним Свои заветные Обетования Если мы Если мы Осознаем Своё истинное положение Перед Богом То наши отношения С Ним становятся Близкими И интимными Полными Благоговения В следующий раз Когда вы Предстанете Перед Богом В поклонении Вспомните о том Что мы должны Делать это В полном Смирении Применение Почему Бог Противится Гордости Как вы Можете Развивать В себе Все большее И большее Благоговение По отношению Богу И Его Слову Размышления Часть 2 Вечный Бог Вечное Обетование Книга Бытие Глава 17 С 9 По 14 Стих Божье Обетование Не ограничивается Ни Авраамом Ни даже Его сыном Рожденным Сарой По обетованию Оно Включает Себя Всех Его Потом Как Физических Так И Духовных Согласно Галатам 3 Глава 7 Стих Все Кто Верит Является Духовными Потомками Авраама Да Мы Не Являемся Его Детьми По Крови Но Бог Говорил И О Нас Когда Заключал С Ним Свой Завет Это Просто Невероятно Осознавать Что Каждый Из Нас Столько Веков Назад Уже Идем В Мир Чтобы Благовествовать И Приводить Новых Братьев И Сестер В Божью Семью Применение Как Осознание Своей Связи С Авраамом Помогает Вам Понимать Ветхий Завет Как Божье Обетование Мотивирует Вас Благовествовать Молитва Дня Небесный Отец Я Прихожу К Тебе В Смирении Только Ты Достоин Сей Славы А Я Болю Тебя За то Что Ты Первым Возлюбил Меня И Спас Чтобы Я Мог Смело Приходить К Тебе Во Имя Иисуса Христа Я Молюсь Аминь Мир Божий Дорогие Друзья У нас Для Вас Прекрасные Новости Журнал Живая Жизнь Запустил Приложение Для Вашего Телефона В Этом Приложении Мы Собрали План Чтения На Каждый День Помощь Понимание Библии Видеоразборы И Удобный Формат Для Заметок Пожалуйста Скачивайте Приложение По Ссылке В Описании К Видео Продолжение 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 Продолжение